Вас велено не пускать на режимный объект Уберите ногу, пожалуйста Вот, друзья, смотрите, что у нас в полиции творится Меня не пускают просто в здание УВД Что, типа, запрещено специально Трофимова сюда не пускать На каком основании? Представьтесь, сотрудник, представьтесь Уважаемый, это режимный объект Сотрудник полиции, представьтесь, где ваш жетон, где ваше удостоверение, кто вы такой, на кого мне писать жалобу Вы находитесь на режимном объекте, сейчас поможет оперативник Вы превышаете свои должностные полномочия Уважаемый, уберите ногу, пожалуйста Представьтесь, кто вы такой? Кто вы такой? Ногу уберите, пожалуйста Возможно, это оборотень в погонях Возможно, этот человек даже не работает в УВД Представьтесь, вы обязаны, как сотрудник полиции, представьтесь Младший инспектор кинолог, старший сам полиции Егор Документы ваши Совсем обнаглее, я просто вот в шоке, блин Берут и запрещают проходить в УВД Старший сержант полиции Егоров Никита Александрович Никита Александрович, на каком основании вы запрещаете мне проходить в УВД? Потому что это режимный объект И что дальше? Где это написано, что это режимный объект? Я вам не могу на этот вопрос ответить Почему сейчас там находятся люди, которые пришли писать заявление И я там только что был, а сейчас вы решили меня не пускать? Я не могу ответить вам на этот вопрос На каком основании вы можете сказать? У меня приказ от дежурного УВД не пропускать вас суда Как фамилия дежурного УВД? Я не могу ответить на этот вопрос Что, это секретная информация? Разрешите? Я вам ее предоставить не могу Привет, друзья Нахожусь сейчас в УВД Сергея Посада Сюда привезли вот того самого психа Который в течение года угрожал убийством своим соседям Побегал голый на площадку с топором и монтировкой Значит, рубил дверь и всячески, значит, угрожал И только после публикации этого видео в сети И только после того, как я отправил эти кадры своим коллегам на федеральный канал Этого человека задержали, доставили в УВД И сейчас пригласили, значит, потерпевших Которые ранее писали много раз заявления, собственно, самих соседей И проводят проверку по этому поводу На каком основании вы меня просите не снимать в УВД? Потому что вы находитесь в муниципальном здании И что дальше? Нет, это общественное место Ну, все равно здесь нельзя снимать Можно Чем регламентирован запрет съемки? Я вам не могу на это ответить? Ну, а раз не можете, тогда не запрещайте, пожалуйста Вы же сотрудник полиции, вы представитель закона Вы должны сослаться на какой-то закон А не просто хочу или не хочу Вот я здесь снимаю всегда И представители федеральных каналов здесь снимают Я же не лезу вам в какие-то секретные тайные комнаты, пыточные Я снимаю просто, так скажем, для репортажа Вот Сотрудникам полиции не нравится, когда их заставляют работать И они всячески пытаются любую гласность задушить Хотя в законе о полиции сказано, что работа полиции гласна И, собственно, в Конституции сказано, что каждый гражданин имеет право собирать информацию любым доступным способом Ну, как это было? Вам позвонили и что? Да, нам не позвонили, что подъехать, поговорить нужно по нашему делу Что в итоге? О чем говорили? Ну, объясняли ситуацию, что произошло И сейчас ходатайство его, как говорится, освидетельствует на экспертизу На что? На меняемость? Да На меняемость А сам Пашков этот где находился в этот момент? Я поняла, что в коридоре То есть его тоже сюда привели? Да, его сюда привели Меня только в ВВД теперь не пускают, как бы А так Вот, я про ВВД хочу сказать так У меня нету цели с ними воевать Именно вот в плане того, что Как бы вот назло им все делать, знаете, там Все время писать полиции бездействуют, полиции бездействуют Так получается, что люди ко мне идут именно с жалобами на бездействие полиции Да, потому что они боятся, кому им еще идти Когда их жизни что-то угрожает А, значит, а полиция бездействует Они идут ко мне Вот, когда мне что-то угрожает, как бы от полиции Я не знаю, куда ко мне идти Людям сейчас эфир вел Говорю вот, ну, что делать? Меня не пускают в полицию Как бы полицейские нарушают мои права Они, типа, обычно мы к тебе обращаемся А мне к кому обратиться, я не знаю Блин, ну это Вот Страшная система Вот говорят, типа, ага, вот полицию критикуют А сами честь что, как бы к ней Ну, а что делать? Во-первых, полиция работает на наши налоги Как бы она Как бы в этом нет ничего удивительного Что мы в полицию обращаемся А вот Ну, ну, блин Ну, толку Камон, полиция-то от вас какая-то будет вообще Почему нельзя это сделать? Вот, ну, все то же самое Только вот Когда тебя просто гражданин обратился А я знаю почему Потому что Обращается Так выгоднее, да, вот полицейские Какими-то другими делами заниматься Вот То есть Обращаются все равно не все Обращаются единицы И вот по этим единицам приходится, да, там Как-то поработать что-то А в основном Как бы время, видимо, тратится на какие-то другие вещи О которых я рассказывал в прямом эфире Когда Буквально пальцем стою МВД Показывал, что Ага, вот там вот Завмогательство сотрудников нашего МВД Которые отвечают за борьбу с коррупцией ФСБшники задержали Во время вымогательства взятки Получения, да, от сотрудника управляющей компании От директора Вот там через дорогу Там напротив дома моей бабушки Значит, полицейский В день полиции убил Зарезал пенсионера Просто позвонил Видимо, в каком-то опьянении Значит, наркотическом или алкогольном Позвонил ему в дверь Значит, после кафешки После гулянки со своими коллегами Значит, зарезал И забил его, значит, табуреткой по голове насмерть Значит В самом МВД задерживали, значит Этого педофила Начальник какого-то там отдела был Значит, к мальчикам приставал на машине Катал что-то с ними там Значит, домогался Вот А если бы у этих людей была работа Как вот в армии, да Когда 24 Когда их работать бы Непосредственно по профилю бы заставляли Может быть, они вот На такую На противоправные действия У них оставалось бы меньше времени Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok